Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг». У «АвтоСтронг» свои разборки в Европе и полноценные склады в России и Беларуси. Также у нас очень качественный сервис и быстрая доставка. Прямо сейчас мы приготовили вам что-то маленькое, хорошенькое, но местами проблемное. Встречаем 1.2 от VAC HTP. В 2002 году концерн VAC представил свои первые трехцилиндровые двигатели объемом 1.2. Они выпускались аж до 2015 года. В гамме присутствовали двигатели с двумя клапанами на цилиндр и с четырьмя клапанами на цилиндр. Мощностью от 54 до 70 лошадиных сил. Мы разберем 53-сильный двигатель 1.2 HTP с индексом BMD с пробегом 154 тысячи километров. Формально это вторая генерация двигателя 1.2, которая выпускалась с мая 2004 года. По сути, двигатели одинаковые блоками и ГБЦ, но изменения касались лишь навесного оборудования. Наш двигатель снят со Skoda Fabia. Он ставился еще на Volkswagen Polo, Fox и Seat Ibiza. Что можно сказать о надежности этого мотора? Есть у него проблемы и очень дорогостоящие. Но при должном уходе и хорошем хозяине эти двигатели проходят и 300 тысяч километров. Начнем с мелочей. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель плохо заводится на горячую, а после остывания либо утром он заводится нормально и симптомы на горячую повторяются, то эту проблему можно решить заменой вот этого датчика. Если двигатель глохнет на холостых оборотах, возникает ошибка бедной смеси, либо же двигатель подтупливает при нажатии на педаль газа, то необходимо чистить дроссельную заслонку. После снятия и установки ее обязательно надо адаптировать. Произвести это можно с помощью фирменного ПО, либо же манипуляции с ключом и замком зажигания. Катушки и свечи в двигателе 1.2HTP не отличаются надежностью. При частой езде в пробках либо долгой работе на холостых оборотах свечи покрываются нагаром. Из-за этого происходит пропуск зажигания и хреновые свечи ломают катушки. На проблему с зажиганием указывают соответствующие ошибки. Плюс блок управления отключает цилиндр, в котором регистрируется слишком много пропусков зажигания. Затем после перезапуска цилиндр работает в штатном режиме до очередного отключения. Однако нередко на этом двигателе причиной пропусков зажигания являются отнюдь не свечи и катушки, а проблема посерьезнее. Скоро подробно расскажем. Форсунки на двигателе 1.2HTP очень чувствительны к качеству топлива. Частая причина троения двигателя является засорение одной из форсунок. Топливо не впрыскивается, возникают пропуски воспламенения. Форсунку можно оживить ультразвуком, но лучше чистить целый комплект. Продолжение следует... Трехцилиндровые двигатели от VAG, к сожалению, до сих пор известны перескоком цепи. Если 6-клапанные варианты могут пережить перескок цепи на 1-2 зуба и поршни клапана не встретятся, то 12-клапанные сразу отправляются в утиль. При постоянной городской эксплуатации цепь ГРМ растягивается уже при пробеге в 50 тысяч километров. Это встречается как на ранних экземплярах двигателя, так и на самых поздних. На растяжение цепи указывают посторонний лязг, звуки, стуки в первые секунды после запуска двигателя. Если вы покупаете такой двигатель либо автомобиль с этим двигателем, то лучше заменить цепь сразу, превентивно, чтобы предотвратить все косяки, потому что мы не знаем, когда эта цепь менялась. Невооруженным взглядом видно, что на этом моторе цепь ГРМ менялась. Это видно по свежему цвету самой цепи, обеим ее шестерням. Также в комплект по замене ГРМ входят два башмака и гидронатяжитель. При эксплуатации двигателя 1.2HTP мы не рекомендуем остановлять машину на стоянке на передаче, потому что в гидронатяжителе нет стопора противохода и риск провисания цепи на передаче очень велик. Продлить срок службы этого двигателя поможет своевременная замена масла каждые 7000-8000 километров. Дело в том, что объем масла в этом двигателе 2,8 литра, и оно очень быстро теряет свои самые лучшие свойства. При замене сюда помещается 2,5 литра, поэтому масляной сервис очень недорог. Вот гидронатяжитель и по традиции от Volkswagen он без стопора противохода. Вообще с этим гидронатяжителем инженеры Volkswagen накосячили и меняли его по гарантии, потому что двигатель работал с посторонними стуками, лязгами и так далее. Но касался этого в основном первых серий 12-клапанных моторов. Клапанная крышка здесь алюминиевая и является по совместительству верхней частью постели распредвала. Когда будете снимать эту клапанную крышку, то не забудьте про потайной болт, который находится прямо в масляной горловине. В головке блока один распредвальчик, шесть клапанов, гидрокомпенсаторы. По состоянию есть выработка на шейках распредвала. Эту голову я снесу в одиночку. И вот, кстати, та самая глобальная проблема, о которой мы вам хотели рассказать. Прогорает клапана именно из-за этого идут пропуски зажигания. Почему это происходит? Катализатор разрушается, забивается, возникает подпор выхлопных газов, выпускные клапаны перегреваются и вот так вот по частям разрушаются. И давайте сделаем предположение, что катализатор разрушился от некачественного бензина. Не поверите, это классическая ситуация для данного двигателя и при любом троении специалисты советуют проверять компрессию. Паша, а трехцилиндровый двигатель троит из-за трех цилиндров? Нет, из-за одного. Паша, а трехцилиндровый двигатель троит или двоит? Я думаю, что это сделано не в цилиндрах, а в количестве их тактов. Тактов, поэтому и трехцилиндровый двигатель тоже троит. Блок алюминиевый, в него помещены чугунные гильзы, магнит магнитится, открытая рубашка охлаждения. И по состоянию хон у нас присутствует, хотя и не как по заводу. Задиров нет. Трехцилиндровому двигателю обязательно положен балансирный вал. Он приводится в движение шестеренчатой передачей. Маслонасос приводится в движение цепью, у которого есть свой пружинный натяжитель. В этом моторе недостаточно просто вовремя поменять цепь. Ее надо еще поменять у нормальных ремонтников, потому что на этом моторе меняли цепь и гермета налепили столько, что он попал даже в маслозаборную сетку. То, что мы сейчас сделаем с павликом делать нельзя, потому что снятие нижней части блока цилиндров чревато деформацией постели. Таким образом, по информации от завода, капиталить этот двигатель нельзя. Завод даже не выпускает для него коренных вкладышей номинального размера. Но некоторые умельцы решаются на капиталку этого двигателя, ведь в продаже есть неоригинальные вкладыши двух ремонтных размеров. По износу вкладышей три у нас хороши, а четвертый мог бы быть и лучше. Иногда случается, что этот двигатель ест масло. Тогда его вскрывают, достают поршни и наблюдают вот такую картину. Маслосъемные кольца залегли. В этих поршнях только две прорези для отвода масла. То есть, когда возникает вопрос с качеством масла, этих отверстий явно недостаточно для его отвода. Если качество масла ухудшается, то оно начинает закоксовываться в маслосъемном кольце. В этом моторе у нас уже два косяка. Маслосъемные кольца залегли и прогорели выпускные клапаны. А коленвал-то у нас в отличном состоянии. И на самом деле эти две проблемы отнюдь не редкость для данного мотора. Так что ухаживайте за ним получше. Разборка закончена и обязательно подпишитесь на наш канал. Заходите на наш сайт, заходите на наши соцсети. Покупайте у нас только хорошие запчасти. В начале марта будет четвертой части бит и крашен. И помните, с вами была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова